Виталий, приветствую тебя! На очередном видео анализ технический и фундаментальный поиск самых интересных и лучших торговых решений для всех тех, кто следит за нашим каналом и интересуется нашей с тобой аналитикой. Сегодня с позиции фундамента скажу, денек будет неинтересным, но единственное, что можно выделить из отчетов, это данные по запасам нефтянки. Одна из моих идей сегодня будет по канадцу, а на канадца традиционно влияет поведение рынка нефти, поэтому можно будет адаптировать статистику под эту рекомендацию. В 17.30 выйдут данные по запасам, основной блок статистики впереди. В четверг мы с тобой на следующей неделе, в понедельник, уже попробуем сделать отсылку к этим событиям, именно статистики по штатам, ВВП, заказы на товар длительного пользования. Сейчас очень важно следить за ней, потому что нужно разобраться, как будут действовать власти и Федерезерву дальше в плане экономического стимулирования. А судя по тому, что сейчас происходит с тем же самым долларом, на рынке одна дверющая сила, это американская валюта, а доллар, в свою очередь, отрабатывает ожидания этих стимулов. Ну что, давай тогда непосредственно к идеям, демонстрацию экрана запускаю. В прошлый раз было две торговые рекомендации. Это по доллару канадцу, соответственно, я рекомендовал покупать с уровня 1.35.60, стоп-лосс у нас был на отметке 1.35. Идея-то в целом хорошая, то есть канадец уязвимым активом остается, и в целом пара доллар-канадец остается вот в таком рейнже, коридоре, чуть больше, чем 100 пунктов. Но интерес к этой паре сейчас обусловлен тем, что последние дни динамики пары доллар-канадец явно свидетельствуют о том, что на канадца в меньшей степени сейчас влияет нефть. Я сегодня снова хочу предложить рекомендацию именно по этому дуэту активов. Только сегодня уже будем действовать не через отложку бай-лимит, а через уровень бай-стоп с отметки 1.35.70. Вот, в принципе, уровень вынес, обозначил. Соответственно, если пара достигнет данного рубежа, стоп-лосс может быть поместить на планку 1.35.30 и ждать восстановления этого дуэта инструментов выше уровня 1.38. Почему мне интересен канадец? Потому что, я уже отметил, раньше на канадца влияло только лишь нефтянка. Все, что происходило на рынке черного золота, тут же сказывалось именно на ценовых пунктах канадского доллара. Сейчас вот эта корреляция нарушена, я ее использую для того, чтобы вспомнить про тот фундамент, который сложился по Канаде. Он крайне слабый, я рекомендую тем, кто не обращал на него внимания, посмотреть за последней статистикой по производственной активности в сфере услуг и слух рынка труда и данные по инфляции. Везде все индикаторы выбивают десятку по негативу и, соответственно, готовят нас к тому, что через две недели Банк Канады может, ну, по крайней мере, риторикой обозначить готовность к новым мерам стимулирования. И все-таки прицепом идет еще нефтянка. То есть по фундаменту, по ожиданиям смягчения монетарной политики все ясно, это негатив для канадца. Еще я очень рассчитываю на коррекцию на рынке черного золота. Вот вчера у нас был максимум по бренду практически с начала марта, а под конец дня мы откатили по этому рынку, инициатива перешла к продавцам. Я допускаю, что это может быть связано с тем, что рынок все-таки стал реагировать на факт ухудшения эпидемиологической обстановки в мире и рост количества заболевших. И сегодня в 17.30, повторюсь, вот данные по запасам, ожидается прирост запасов. Это негативный фактор для нефтя. Если продавцы сегодня хотят все-таки затащить и бренд и WTI еще ниже, у них будет фундаментальный повод, и я очень рассчитываю на то, что они им воспользуются. Соответственно, при снижении цен на нефть у нас будет еще один триггер для роста пары доллар-канадис для срабатывания нашей отложки бай-стоп и ухода пары выше. И вторая идея по фунту. Я раньше рекомендовал селл-стоп с уровня 1.23.30, мы до него не добрались. Сегодня сделка тоже по британской валюте селл-стоп с значением 1.24.70, то есть фунт восстановился на слабости доллара. Кстати говоря, доллар просел в последние дни, потому что все активнее сейчас звучат призывы властей к необходимости дополнительного стимулирования. Даже пакет практически согласовали на 1.5 триллиона. Но я думаю, что власти США притормозят с этим дополнительным стимулом, последят за тем, как будут отрабатывать прошлые меры поддержки. И самым лучшим доказательством того, как сейчас чувствует себя американская экономика, является статистика. Вот поэтому даже сегодня на своем брифинге я рассказывал, что завтрашний блок статистики по Штатам может развернуть курс доллара. Это, соответственно, при восстановлении американской валюты будет причиной слабости для риска и для фунта в том числе. Ну и, друзья, не забывайте то, что фунт, он остается крайне волатильным, обязательно контролируйте риски. Но все равно при каждом откупе продавцы оказываются бодрее, возвращают пару ниже. Я думаю, что мы еще не добили минимальные значения и полагаю, что цель среднесрочная 1.20-1.21 может быть еще сделана. Тем более, что мы готовимся к новым мерам поддержки Банка Англии, к еще одному шагу увеличения программы количественного смягчения. Не стоит забывать также про брейкс. Поэтому резюмируем. Сделка по фунту селл-стоп с уровня 1.24.70. Стоп-лосс можно поставить на хай, соответственно, еще вчерашнего дня 1.25, можно даже 1.25.30. И ждать мы функция поджидать даже. Будем ниже уровня 1.23. Виталий, слово тебе передаю. Так, всех приветствую. Демонстрация. Ну, я думаю, как всегда, можно потроллить немного это Пауэлла, да. Доллар снова слаб с прошлой нашей битвы, да, с понедельника, потому что... Так, вот у нас... Видно график? Да, все отлично. Да, вот у нас был понедельник, 22 июня. Что там Пауэлл не говорил, но доллар просел. Причины мы знаем. Итак, пройдемся сейчас по тем идеям, которые я говорил в прошлый раз. И дам новые, как всегда, идеи. В прошлом у меня был раз, в понедельник, пакет с четырех валютных пар и золота. Четыре валютные пары все были против доллара. Начиная с индекса самого доллара, я говорил, что можно было... Вот у нас понедельник, утром в 10 вот здесь у нас была битва, что можно было шортить со стопом за хай пятницы. И снижение, в принципе, неплохо отработалось. Я жду пониже. Ну, скажем, подошли к сильному уровню поддержки. Отсюда может произойти все, что угодно. Даже лонг. Достаточно или коррекционный, или, скажем, более сильный, нежели вот такие значения 97 и 6. Поэтому те рекомендации, кто использовал по индексу доллара, можно здесь закрыть все или там оставить хотя бы 20% без убытки и посмотреть, что будет дальше. Также была рекомендация по доллар-франку аналогично. То есть у нас получается вот на этих значениях мы торговались в районе там 95 с копейками со стопом за хай, то есть снижение. Оно, в принципе, неплохо отработалось. Аналогично, как по индексу доллара, можно там 75% закрыть, немножко оставить. Дальше был канадский доллар аналогично на шорт. Вот, то есть, получается, вот с этих значений мы неплохо ушли в 100 пунктов к сильной поддержке. Здесь можно 75% закрыть, часть оставить с надеждой, что будем пробивать вчерашний минимум и улетать сильно вниз, как вариант. И евро-доллар. Здесь была, скажем, покупочка в районе там 1.12, там плюс-минус мы торговались в это время, со стопом за минимум пятничный. В принципе, мы ушли неплохо, примерно там полторы фигуры. Сейчас можно аналогично закрыть 75%, а то и все по желанию. Почему? Потому что хотел дать рекомендацию сегодня на шорт по евро-доллару с текущих. Это 1.13, у нас сейчас 13 цена. То есть, если диапазон будет где-то 13.20 на 13.10, то можно, в принципе, здесь рассматривать шорт, кто будет нас смотреть в записях. Со стопом за вчерашний хай, где-то в районе там, давайте, 13.55 пусть будет. 13.55 и профит плавающий. Можно, ну, первую часть где-то смотреть в районе там 12.55. И дальше уже наблюдать, посмотрим, что из этого получится. Это будет всего-навсего откат какой-то после импульса, который был в понедельник-вторник. Или это будет зарождаться новая тенденция на смену вот этого глобального тренда, который идет лонгой по евро. Там трейлинг можно будет поставить по евро-доллару и наблюдать за этим инструментом. Если что, я буду писать комментарии под видео, как всегда, я стараюсь писать или там в пятничном обзоре. То есть, это первая идея на сегодня. Плюс я давал рекомендации по золоту на шорт. Лимитка у меня была селл-стоп по цене 1742. Мы ее не добили, очень повезло. То есть, минимум был, получается, в понедельник, минимум был 1742.7, то есть 70 центов. Так бы был стоп, но, в принципе, я правильно определил уровень, за которым нужно наблюдать. И так как закрытие не произошло ниже данного уровня, мы закрылись в понедельник выше, и золото ушло наверх. Поэтому на текущий момент по золоту я буду вне рынка, буду за ним наблюдать и следить за уровнем 1744.5. Посмотрим, как текущая неделя закроется. Если пойдет сильный импульс вниз, то уже буду там дальше наблюдать. Ну и плюс, какую еще можно дополнительную идею дать. Это основная евро. В принципе, можно ее продублировать. Аналогично доллар-франк с текущих покупок. У нас цена это 0.94.4, со стоп-лоссом в районе 0.94.10. И профит аналогично плавающий. То есть смотреть, что из этого получится. Если будет сегодня сильное движение, импульсное, то можно будет говорить, что это будет продолжаться. Если какое-то будет медленно идти, то в принципе нужно будет там уже закрываться и так далее. То есть наблюдать за текущей ситуацией. То есть есть две идеи. Ну и плюс, хотел обсудить нефть так вкратце. Потому что многие спрашивают, что там с нефтью. Все время я так и не понял, ее шортят. То есть последние два месяца в комментариях. Ребята все время пишут под видео, под каждой битвой или даже обзоре, когда будет шорт, когда там, на чем она растет. Но я уже много раз рассказывал, что это спекулятивный инструмент. Денег напечатали, вливается в рынок. Просто технический отскок после такого падения. Грех просто не отскочить. Поэтому я говорил, наблюдая за уровнем 40 и 40, если будет ложный пробой, то можно будет рассматривать шорт. Но, скажем, этот ложный пробой, он произошел, но он какой-то в пунктах, он небольшой, скажем, это почти 170 пунктов. Но если взять вот так величину на дневках, то это очень маленький. Поэтому я бы здесь дал такую рекомендацию. Пока я вне рынка по нефти, подождал бы, как сегодня дневка закроется. Если все-таки мы сегодня закроемся ниже 40 и 40, то, возможно, будет шорт. А пока я бы подождал более сильного импульса вниз. То есть даже несколько недель назад мы обсуждали нефть. Вот здесь был неплохой такой импульс на 300 пунктов. После этого сформировали коррекцию, мы ушли немножко вниз, там, на 400-500 пунктов. А сейчас очень слабенькое снижение. То есть если мы там дадим сильный импульс вниз, то это уже будет показывать, что не готово развернуться, так как ты напомнил, что сегодня будут запасы по нефти. Возможно, они что-то покажут. То есть зададут тон, скажем, возможно, среднесрочный какой-то. Поэтому я пока буду вне рынка, то есть моя рекомендация будет. Но если будут какие-то изменения, я буду держать в курсе. Шортов каких-то на 5 баллов я пока не вижу по этому рынку. И их не исключаю, потому что есть ложный пробой технически, но он не тот, который я бы хотел. Мы даже, вот если так посмотреть на дневках, мы даже не смогли вчера перебить позавчерашнюю свечу. То есть это пока здесь, ну, есть какой-то небольшой откат, но он ничего не показывает. Хотя бы сделали вчера, допустим, вот такую дневочку, какую здесь, да, то это бы о чем-то говорило. Так, наблюдаем сегодня за 40.40. Если сегодня закроемся ниже, хотя бы там до конца дня, ближе к новостям, можно будет небольшим объемом пробовать. Я уже там, если получится, так когда запаса будет где-то в 5 или в 6. 17.30. Да, 17.30. Получается, ну, возможно, что-то ближе к этому времени, если проторгуемся больше под уровнем, то я что-то напишу, дам какие-то, возможно, точные более рекомендации. Я пока по ней боюсь давать черты, потому что здесь тренд очень-очень сильный. Аналогично у нас по бренд тоже тренд сильный. А чтобы развернуть такой тренд, нужно хороший импульс вниз и на коррекции уже искать точку входа в шорт. Спасибо тебе, Виталий, за комментарии. Ну что, тогда давай следить за рынками. Соответственно, следующая встреча у нас в понедельник. Хорошего у тебя закрытия недели и хороших выходных. Пока. Спасибо, до свидания.